Почему в Китае так много долгожителей? Знаменитый врач Сунь Цимяо, 581-682 года, занимавшийся вопросами сохранения здоровья, прожил более 100 лет. Он имел богатейший опыт в сохранении здоровья, записывал соответствующие высказывания своих предшественников, обобщил 10 основ сохранения здоровья. Первое – сбережение души. Второе – сохранение ци. Третье – укрепление тела. Четвертое – дыхательная гимнастика. Дао-инь. Пятое – суждение. Шестое – напитки и пища. Седьмая – половая жизнь. Восьмая – противодействие мирской суете. Девятое – лекарства. Десятое – запреты. В данном случае сбережение души, сохранение ци и укрепление тела являются первоочередными и означают максимальное снижение душевных и телесных расходов и потерь. Кроме того, Сунь Цимяо предложил некоторые предостережения. Не надо долго ходить, долго стоять, долго сидеть, долго лежать, долго смотреть, долго слушать. Не надо насильно есть, не надо насильно пить спиртное, не надо насильно поднимать тяжести, не надо горевать, не надо гневаться, не надо тревожиться, не надо сильно бояться, не надо прыгать, не надо много говорить, не надо много смеяться, Не надо чрезмерно усердствовать в том, чего желаешь. Эти важные слова, в большей части, касаются сбережения души, сохранения ци и укрепления тела. Среди них сдерживание и укрепление души стоят на первом месте. В книгах по китайской медицине также встречаются выражения типа «когда всех много, я мало запоминаю», «когда все дрожат от страха, я не гневаюсь». Указано, как следует контролировать настроение, достичь чувства внутреннего сбалансированного самоудовлетворения. Очевидно, что это также является воплощением душевного здоровья. Описанные выше 12 «мало» в известном смысле связаны с духовным здоровьем. Таким образом, слово «мало» можно считать основой здоровья повседневной жизни. Итак, существуют ли требования к сбережению в организме? Существуют. Наиболее строгими являются требования сбережения квинтэссенции ци и крови. Китайская медицина считает очень важным у мужчин квинтэссенцию ци – сперму, а у женщин – кровь. Для сохранения здоровья следует избегать любой чрезмерной их потери. Эти вопросы будут детально обсуждены ниже. Кроме того, конкретная роль жидкости тела в питании и увлажнении организма также очень велика. Следует избегать всякой их утраты. Например, выплевывание слюны, рвота, понос, обжигание. Например, высокий жар, сильный пот. Пот – это жидкость сердца. Пот и кровь имеют общий источник. Сильный пот вызывает потерю большого количества жидкости организма и влечет за собой его повреждения. Сбережение в организме будет детально обсуждено в следующих разделах. Основным пунктом этой главы является сбережение души, сбережение ци и немного укрепление тела. В повседневной жизни часто наблюдаются вредные для здоровья действия, которые выполняются на силу, с трудом. Ну, приведем несколько таких примеров и высказывания древних, убеждающие ничего не делать насильно. В древности говорили, не надо насильно есть, не надо насильно пить спиртное, не надо насильно поднимать тяжести. Когда насильно едят, повреждаются селезенкой желудок. Когда без голода насильно едят, утомляется селезенка. Когда без жажды насильно пьют, возникает вздутие в желудке, что может вызвать рвоту, вздутие живота и другие болезни. От еды больше того, чем нужно, или от переедания человек может умереть. Когда чрезмерно пьют спиртное, повреждается печень, происходит беспорядочный ток ци и крови, затуманивается рассудок. Когда через силу поднимают тяжести, сюда относятся и ношения тяжестей, прыжки и так далее, можно не только повредить сухожилия и кости, а также кровеносные сосуды внутри тела, вызвать кровохаркание. Поэтому еще в древности было предложено, когда прилагают силу и не поддается, но поднимают насильно, это повреждает. Есть и другое выражение. Когда способностей недостаточно и думают насильно, это повреждает. То есть, когда способностей недостаточно, чтобы справиться со взятой на себя работой, днем и ночью ломают себе голову, что не только делу не поможет, а наоборот, повредит и сердце и душу. Также есть люди, которые в состоянии опьянения насильно вступают в половую связь, повреждая квинтэссенцию ци и почки. При запорах человек иногда натуживается, может произойти выпадение прямой кишки, в кали появится кровь и так далее. Поэтому в древности говорили, путь сохранения здоровья не надо насильно, когда не можешь. Слово «насильно» поистине является корнем разрушения жизни и сокращения долголетия. Основываясь на традиционных китайских понятиях поддержания здоровья, можно сказать, что любые действия повседневной жизни, начиная с движений тела до мыслей и чувств, требуют умеренности. Не следует прибегать к крайностям. Запрещенные в книге «Бэй-Дзи, Зянь-Дзинь, Яо-Фан», то есть «Готовые на случай необходимости бесценные рецепты», 7 век. Долго ходить, долго стоять, долго сидеть, долго лежать, долго смотреть, долго слушать. Тому пример. Среди подобных требований существует не ходить слишком быстро, не сидеть долго без движений, не стоять до усталости, не лежать до окоченения. Уши не должны слушать чрезмерно, глаза не должны смотреть чрезмерно. Это можно сказать и о всех частях тела, о всех функциях, то есть нельзя допускать чрезмерного переутомления. Необходимо стремиться к небольшой усталости, не допуская сильного переутомления. Основным требованием в питании также является умеренность. Не стремитесь есть при сильном голоде. Пища не должна наполнять чрезмерно. Не стремитесь пить при сильной жажде. Жидкости не должно быть слишком много. Здесь говорится о промежутках между приемами пищи и питьем, и об их количестве. Холодная, но не студенная. Горячая, но не обжигающая. Здесь говорится о температуре пищи. Очень холодная или очень горячая пища вредна для здоровья. Относительно одежды. Зимой не надо стремиться к чрезмерному теплу. Летом не надо постоянно стремиться к прохладе. Поэтому основными требованиями к одежде являются в летние месяцы нельзя одеваться слишком легко. Во время холодов нельзя одеваться слишком тепло. В половой жизни тем более нужна умеренность. В разном возрасте сексуальная активность должна быть различной. Однако необходимо учитывать и различия в комплекции, времена года и так далее. Умеренность должна быть и в эмоциях. Каждый человек имеет семь эмоций и шесть страстей. Следует постоянно контролировать проявления семи эмоциональных факторов. Радость, гнев, печаль, размышления, горе, страх и спух. Чтобы эмоции не были чрезмерными. Большая радость повреждает сердце. Большой гнев повреждает печень. Большой страх повреждает почки. Чрезмерные размышления повреждают селезенку. Чрезмерная печаль повреждает легкие. Большое горе наносит вред человеческой натуре. В повседневной жизни необходимо уделять внимание умеренности. Сюда относятся разговоры и смех, купание, сон. Можно сказать, что у питания, повседневной жизни и бытовых мелочах в большинстве случаев требуется умеренность.